Отношения США и Китая на данном этапе в Госдепе прокомментировали слова президента США Байдена, который ранее назвал главу КНР Си Цзиньпиня диктатором. Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепа США и президент, считает, что дипломатические усилия, в том числе недавняя поездка госсекретаря, являются ответственным способом регулировать напряженность. Это, конечно, не означает, что мы не будем прямо и откровенно говорить о наших разногласиях. И все-таки, вот недавний визит госсекретаря в Пекин, казалось бы, первый после выборов Байдена, такого уровня визит, и тут Байден, говорит, называет Цзиньпина диктатором. Какие отношения сейчас между США и Китаем? И это противостояние как может повлиять на войну в Украине? Ну, это противостояние решающему, ну, скажем так, нерешающему. Это я хватил лишку. Значит, очень весомо влияет на войну в Украине, потому что Китай Путином рассматривается как старший брат, как партнер. Путин очень надеется на поддержку Китая, но он эту поддержку получает в основном в дипломатической сфере. Ну, вот все эти миротворческие, в кавычках, усилия Цзиньпина, которые, конечно, никакого ни на что влияния не окажут, потому что, в общем-то, он предлагает план, с которым вообще никто не может согласиться, но Путин может хотя бы сделать вид, что он согласен. Ну, а для Украины это план, это план просто капитуляции. Поэтому это все не имеет никакого значения. Но, тем не менее, Китай, в общем-то, голосует, как правило, либо вместе с Путиным, либо нейтрально, но, во всем случае, не участвует никак, не осуждает путинскую агрессию. Поэтому я думаю, что вот то, что визит Блинкена, ну, я сейчас еще раз могу сказать, что это, конечно, вот оценивается, по крайней мере, как очень большой шаг вперед, как шаг в направлении, конечно, вернуться к тому достаточно гармоничному сотрудничеству между США и Китаем. Она полностью не была никогда, это сотрудничество не было никогда полностью гармоничным, но, по крайней мере, вот такой вот принцип разделения, международного разделения труда, когда Соединенные Штаты Америки были драйвером научно-технического прогресса, создателем технологий, а Китай был громадной промышленной зоной, громадной мастерской, где эти технологии внедрялись и реализовывались, такого вот комфортного для мира разделения труда, скорее всего, не будет. Но, тем не менее, вот, возможно, это противостояние удастся сгладить. Конечно, здесь этому противоречит решение 20-го съезда Компартии Китая, на которых был очевидно взят курс на милитаризацию и на усиление диктатуры, вернее, на превращение Китайской Народной Республики в персоналистскую диктатуру. До этого все-таки какие-то элементы коллективного руководства были. И это, как всегда, в таких случаях повышает уровень непредсказуемости, потому что, когда персоналистский режим, то он зависит исключительно от воли одного человека. И мы имеем сейчас в случае Китая такую историю. Ну, просто разница между Си Цзиньпинем и Путиным заключается в том, что Путин безумен, а Си Цзиньпинь нет. Поэтому здесь на этом нужно делать ставку. Видимо, все-таки как-то вот этот визит Блинкина, он, ну, скажем так, уменьшил остроту этого противостояния. И, ну, по крайней мере, некоторые эксперты говорят, что он является подготовкой к визиту Байдена. А это уже достаточно серьезная история. Я думаю, что если визит Байдена состоится, то вполне возможно, что Китай сдвинется в своих отношениях с Соединенными Штатами Америки и немножко сдвинется в отношении с Россией. То есть, ну, на сегодняшний момент, скажем так, какая-то военно-техническая поддержка есть, она нелегально идет, но идет довольно незначительно. И вполне возможно, что она исчезнет совсем в этом случае. Такая возможность есть. Ну, и в любом случае это, конечно, скажется на положении России. Еще одно обстоятельство важное. И, конечно, я не верю в то, что визит Блинкина и даже визит Байдена поможет полностью заблокировать какие-то экономические отношения между Китаем и Россией. Я в это не верю. Все-таки Китай не станет полностью, так сказать, проводником санкционной политики Соединенных Штатов Америки. Но вполне возможно, что, по крайней мере, какое-то количество юаней, которые поступают в казну на бюджет России, благодаря этому удастся уменьшить. Так что, в принципе, я думаю, что вот визит Блинкина – это хороший задел на будущее. Игорь Александрович, вот по вашим ощущениям, Запад един в своем видении, какой они хотят видеть Россию будущего. В тех же границах, но с другим режимом вместо Путина, более либерально-демократическим. Или Россия, которая потеряет несколько со своих составляющих. Един ли взгляд Соединенных Штатов и Европы на Россию в будущем? Вы знаете, здесь есть, конечно, географическое разделение Запада по этому основанию. Но есть еще и идеологическое. То есть, внутри Соединенных Штатов есть разные позиции. То есть, вы сейчас обозначили географический принцип. Вот США, Европа. Безусловно, я имел в виду правительство, позиции правительства этих стран. Да, нет, нет, речь идет не только о... В правительстве есть разные взгляды. Ну, если иметь в виду исполнительную власть в Соединенных Штатах Америки, есть там тоже разные позиции. Географично. Начну с географии. Ну, есть, например, Венгрия. Да, у которой совершенно особый... Ну, нерешающая, прямо скажем, страна. Но, тем не менее, член НАТО. В НАТО существует принцип консенсуса при принятии решений. Поэтому каждый член НАТО имеет значение. И вот у Венгрии, безусловно, особый, отдельный взгляд на ситуацию Венгрии. Ну, в силу того, что страна, в которой существует мафиозный и в какой-то степени даже с элементами фашизма режим, ну, очевидно высказывание Орбана, и мафиозность этого режима тоже, в общем, доказывается. Ну, так получилось, что эта страна находится в Европе, является членом НАТО, является членом Евросоюза. И, ну, с этим приходится считаться. Ну, в Венгрии отдельная история. Значит, но, тем не менее, как правило, все-таки, учитывая то, что для Венгрии важно сохранить членство и в НАТО, и в Евросоюзе, она все-таки в конечном итоге голосует так, как все остальные. Значит, расхождение между есть расхождение между странами Восточной Европы, такими, как Польша, страны Балтии, Чехия, и странами Западной Европы, и, соответственно, Соединенными Штатами Америки. Вот здесь расхождение есть, потому что если страны Восточной Европы, в частности, Польша, страны Балтии, в какой-то степени Чехии, они хотят полного разгрома, полного разгрома путинской России, и, скорее всего, в общем-то, не возражали бы против того, чтобы этого государства не было, в том виде, в каком оно сейчас есть, то Запад очень боится. Ну, вот страны такого классического, старого Запада, западного Запада, скажем так, они настроены на то, чтобы Россия сохранилась в нынешних границах, не дай бог распадется, и даже высказывается мысль о том, чтобы не наносить Путину сокрушительного поражения, не дай бог там что-то произойдет, возникнет хаос, и всем от этого будет плохо. Это такая достаточно уязвимая точка зрения, ее придерживаются такие люди, как в исполнительной власти Соединенных Штатов Америки Салливан, есть другая точка зрения того же самого Блинкена, который настаивает на необходимости полного поражения путинской России. Ну, то есть, есть расхождение не только географическое, о котором я уже сказал, но и внутри правительства, внутри исполнительной власти Соединенных Штатов Америки. Я не беру сейчас настроение в Конгрессе, они тоже существенно различаются, хотя в целом, я бы так сказал, есть единство Запада, единство Запада в том, что Запад будет един и непреклонен в своей помощи Украине. Но размер этой помощи, скорость, с которой эта помощь осуществляется, зависит от того, от того ответа на тот вопрос, который вы задали, какой видит Россию. И вот недостаточная помощь, недостаточная по времени, недостаточная по объемам помощь Украине связана прежде всего с тем, что да, на Западе есть люди, которые боятся сокрушительного поражения России, боятся нестабильности, боятся, что на территории России в результате распада начнется хаос. Примерно такие же настроения были, когда Советский Союз двигался к своему распаду. Мы помним хорошо, как на Западе многие уговаривали, в том числе и лидеры Украины тогдашнего, не подписывать декларацию о суверенитете, потому что это может привести к распаду России. Да, распаду Советского Союза привело. Мы, в общем-то, боялись хаоса, боялись того, что расползется непонятно, в какие руки попадет ядерное оружие. Я думаю, что этот испуг ошибочен. То есть, ну, испуг не может быть ошибочен, но этот испуг основан на ошибочном предположении, что будет хуже. Я полагаю, что рук более грязных, более подлых и более злых, чем руки Путина, быть не может. Вот просто не может. И, так сказать, вера в то, что Путин – это какой-то разумный человек, который не совершит чего-то непоправимого, эта вера опровергается с каждым днем. И я думаю, что распад России, при том, что я россиянин, я, естественно, понимаю, как много крови принесет этот процесс, но тем не менее я понимаю, что для всего мира, да и, собственно говоря, для граждан Российской Федерации распад Российской империи, третий окончательный, будет лучшим вариантом, чем сохранение нынешнего фашистского режима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова